Всем привет дорогие девушки! Снова добро пожаловать на мой канал! Это видео сегодня я посвящаю по вашим многочисленным заявкам такой небольшой теме, как инструменты, косметичка и все то, что необходимо начинающему визажисту с чего начать, что необходимо приобрести, что будет нужным и как возможно минимизировать затраты и угодить при этом абсолютно любому клиенту Итак, начнем наверное с того, в чем лучше носить все приборы визажиста то есть сумка визажиста, либо какой-то кейс и по своему опыту я могу сказать, что мне лично неудобно ходить с чемоданом Зука как очень многие визажисты покупают эти чемоданы по совету Елены Крыгиной потому что у нас народ зомбируем, он сразу идет в магазин за тем, что посоветовала Крыгина и за тем, с чем ходит большинство визажистов я почти везде вижу визажистов с Зукой и я понимаю в принципе, чем эта вещь удобная да, она очень вместительная, да, она очень быстро очищается не пачкается, имеет термокарманы и так далее но мне неудобно, потому что я кроме тем, как занимаюсь визажем, я еще учусь если я после пары на пары приду с этим вот огромным чемоданом это будет как минимум некрасиво и как максимум это ужасно неудобно потому что чемодан большой, плюс ко всему на колесиках а на улицах постоянно гололед, зимой гололед и если честно, я не советую визажисту начинающему покупать сразу Зуку к этому решению нужно, наверное, прийти потому что вещь эта не дешевая, стоит она больших денег и лучше, наверное, сначала купить какую-то сумку я купила себе сумку абсолютно простую она очень легкая я вообще советую покупать либо сумку, либо рюкзаки какие-то легкие, да, чтобы они весили там до 500 грамм вот, допустим, где вот Табу Брашес у Варвары Табутарова у них есть такая сумка, я сама собираюсь вот на днях ее приобрести очень классная сумка, там тоже с карманами все очень удобно и так, чтобы можно было быстренько ее повесить на плечо люди думали, что вы идете с тренировки как бы, чтобы можно было еще какие-то дела поделать помимо того, как работать то есть можно было до работы куда-то зайти, после работы куда-то зайти и не чувствовать себя при этом обремененным потому что я считаю, что Зуку это все-таки и какие-то вот такие вот большие кейсы чемодана это такой чемодан, который обязывает тебя именно с работы идти домой и там его оставить, потому что с ним особо никуда не пойдешь исключение, конечно, это если вы на машине но если вы на машине, можно, извините, контейнеры пластиковые положить на заднее сидение, а потом их взять и как бы с ними пойти тут такой момент не все визажисты далеко ездят на машинах я сама не езжу на машине пока что и в принципе даже если у меня есть такая возможность или я в дальнейшем потом приобрету машину тоже не всегда буду ездить на машине потому что сами понимаете пробки и с утра особенно, когда ты бежишь к невесте не дай бог опоздаешь потому что свадьбы очень ответственное мероприятие не говоря о фотосессиях и каких-то других мероприятиях которые тоже довольно ответственные и в общем-то я считаю, что ZUKA это не всегда удобно советую приобрести какую-нибудь компактную сумку с карманами не надо покупать сразу супер дорогую во-первых, такое большое количество косметики которая помещается в эти чемоданы визажистов оно не всегда уместно не всегда необходимо потому что я, допустим, если честно вот в такую вот там квадратненькую сумку у меня вот такая сумка возможности показать, к сожалению, вам нету но она небольшая, она вот такая вот действительно вот такая сумка, квадратная такая вот и в нее помещается абсолютно все, что мне нужно для выполнения любого макияжа я не вижу смысла вот эти вот 10-этажные сумки где тут косметика, тут косметика, тут косметика мне хватает у меня там и консилеров предостаточно и тональных средств 3-4 там на разный тип кожи хотя я обычно беру 2 и смешиваю светлый и темный но бывает там увлажняющий, не увлажняющий в общем, мне хватает вот этой сумки набитой я еще туда умудряюсь положить кисти в кожаную чехле и плойку с лаком для волос и как бы я ее, конечно, еле застегиваю поэтому я и хочу купить новую но по объему ее, в принципе, достаточно и при всем при этом она помещается на плечо да, тяжеловато, если честно и я не вижу другого выхода из ситуации потому что даже самое минимальное количество косметики оно очень тяжелое и тут нужно просто уже привыкнуть либо покупать какой-то рюкзак либо как-то вот как я делаю, допустим я везде ее ставлю постоянно то есть я ее стараюсь максимально не держать на себе плюс ко всему у меня уже видимо спина привыкла иммунитет какой-то выработала но все равно очень тяжело и тут ничего с этим не поделать то есть нужно с этим смириться и себя как-то, видимо, тренировать на это либо пытаться минимизировать я вообще за минимализм я не понимаю, зачем огромное количество косметики при работе я повторю, что я высказываю свое собственное мнение то, как я учу своих девочек и если вы считаете по-другому я очень за вас рада но вот как бы я высказываю свое собственное мнение как мне удобно и как я работаю и в общем-то мне маленькой сумки достаточно не вижу смысла эту большую сумку с собой носить тем более на колесиках как звук, которую нужно туда-сюда обратно таскать очень неудобно мне во всяком случае невозможно и девочкам, которые у меня обучаются которые еще тоже параллельно там учатся и там у которых может быть даже дети и им нужно еще ребенка в садик забрать всякие разные, в общем, дела есть какие-то кроме работы вот этой вот основной то стоит все-таки, наверное, приобрести сумку и плюс ко всему звук неудобно в гололед это действительно так колесики неудобно ввести вот по этим вот колдобинам зимним поэтому вот такая вот ситуация сложилась дальше, дальше дальше кисти не советую ни в коем случае всем своим девочкам с самого начала покупать самые дорогие кисти вот брать вот этот вот набор как я себе купила за 10 тысяч рублей во-первых, 10 тысяч рублей это довольно большая сумма как мы все знаем ее сложно тоже нужно, знаете, заработать даже несмотря на то, что может быть у вас есть какие-то дополнительные источники дохода либо там обеспеченная семья это все равно нормальная сумма тем более для простых кистей и покупать сразу супер дорогие кисти не смысла я не согласна несмотря на, может быть, большинство мнений профессиональных школ визажа там много чего советуют в общем, у меня есть девушки которые параллельно обучаются в школах визажа и обучаются у меня и, в общем-то, я не вижу смысла действительно покупать дорогие какие-то наборы кистей есть прекрасная марка Just мы все ее знаем это профессиональная марка с профессиональными кистями там хорошие, действительно шикарные кисти которые вполне себе бюджетные и за 3-4 тысячи можно купить набор кистей которого вам будет, во всяком случае там на первый год работы достаточно и покупать не бюджетный вариант не надо, конечно, покупать китайские кисти я не призываю к тому, что давайте самые дешевые так, чтобы на них было невозможно работать конечно, не надо но и самые дорогие сразу покупать не нужно потому что вы вообще должны понять к чему ваша рука адаптирована потому что кому-то, допустим, удобно короткие ручки кистей кому-то удобно длинные мне вот очень удобно длинные я не могу с короткими мне прям новизма потому что у меня кисть большая у меня в руку вот короткая кисть не кладется мне неудобная Мне хочется побольше, по длине, чтобы была ручка, чтобы художественная моя рука лежит именно к этому И поэтому вам нужно понять, что вам удобно, какие конкретно кисти Может быть половина из этого набора вам вообще неудобна в применении, в который вы хотите приобрести профессиональный, дорогой И как-то нужно скомбинировать что-то дешевое, может быть что-то дорогое Вы потом сами поймете, сами по себе все будете покупать А по тому началу, как вы только обучаетесь и только выходите, грубо говоря, на работу после обучения Я не думаю, что это нужно И такие фирмы, как Jazz, такие фирмы, как Code Color, какие-то другие марки, которые выпускают бюджетные кисти Довольно бюджетные кисти, там 300-400 рублей одна кисть И в наборах в 4 тысячи, в принципе в 3-4 тысячи можно уложиться и купить хороший набор, достойный Поэтому смотрите сами, если, конечно, позволяют финансовые средства, то может быть и возможно приобрести Но просто я считаю, что это все равно пустая трата денег Лучше деньги, которые останутся там, приобрести еще какие-то пигменты, тональные средства И не тратить сразу на дорогой набор кистей Пройдет какое-то время, вы поймете, что вам удобно Вы уже сможете себе позволить и на заработанные средства И вообще можете себе позволить любой набор кистей И не надо сначала самого вбухивать все деньги и покупать там этой косметики кистей на 70 тысяч рублей Я не вижу смысла, если вы не наработали руку Я вообще считаю, что если хороший мастер с чувством вкуса, с чувством стиля С чувством вообще, с художественным мировоззрением таким, да, с художественной рукой Может и на косметике L'Oreal и на дешевых кистях делать макияж лучше, чем мастер, у которого, да, там 815 дипломов Но немножечко не художественная, в общем, рука и ему тяжело все это дается Там на какой-то супердорогой косметике, на каких-то классных супердорогих кистях Поэтому стоит иногда набить руку на каких-то профессиональных, но не столь дорогих вещах А потом уж покупать, докупать то, что вам нужно, то, что вам необходимо И денежные средства появятся, и желания появятся, и появится опыт, и уже мудрость Соответственно, что вам нужно, что вам не нужно, вы поймете Вот, это про кисти Just Code Color я постараюсь оставить ссылки, либо какие-то пометочки, чтобы вы могли перейти там И понять, что я имею в виду, когда говорю об этих марках Далее, по поводу косметики Та же самая, в общем, идея, которую я хочу вам преподать и акцентировать на ней внимание Это идея бюджетности средств Я ни в коем случае не говорю о том, что нужно покупать весь масс-маркет Нет, ни в коем случае нельзя, потому что есть вещи, на которых просто невозможно сделать ничего нормального Просто не получится никакого макияжа, даже при очень хорошем таланте Подопросит меня фирма Maybelline, при всей моей любви к их помадам, подводкам и некоторым вещам Работала я визажистом от этой марки конкретно, и очень тяжело работать на их тенях, допустим Потому что пигментация очень маленькая, очень слабые текстуры, очень плохо держатся И большинство из них с блестками, то есть как бы, ну, не всем получится сделать макияж Я, конечно, старалась как могла, чтобы угодить клиентам, приходящим ко мне И как-то все-таки делать нормальный макияж, но тяжело, невозможно работать И поэтому я советую все-таки рассматривать профессиональный сегмент косметики Профессиональный сегмент всего, что относится, да, к вашей работе Но пока можно и на бюджете работать Если есть возможность, купить что-то дорогое Ну, можете пару-троечку, там, палеток, допустим, от Ильи, которые я, честно говоря, не очень люблю Либо Inglot, вот я Inglot люблю, да, все знают, что я люблю Inglot Что я очень хорошо отношусь к их косметике То, что мне на ней легко, приятно работать У них всегда хорошая пигментация Даже вот, к примеру, у меня тут тенюшки лежат сразу, да, как бы Вот, казалось бы, три тенюшки Очень удобно, профессионально То, что вы можете сами вставить, то, что вам удобно Те самые оттенки, которые вам удобны У меня очень много палеток, и маленькие, и большие Я их всегда меняю Я вот собрала в такой вот, допустим, да, нежной гамме Пожалуйста, пигментация, цена нормальная Да, профессиональная, да, дороговатая Вот, шикарная просто пигментация Отлично все ложится Просто как пример вам привела Да, цена немножечко выше, чем у, допустим, марки Just Которая тоже профессиональная Но не настолько высокая, как, допустим, у Atelier Тем более в связи с современным курсом Сейчасшним курсом евро Хорошая косметика, достойная профессиональная косметика Есть все Есть пигменты, есть тоналки, силиконовые, водяные Все-все-все есть в этой косметике Это я просто к чему привожу Этот сегмент, я считаю, среднего профессионального класса И вот на него вы можете заменить начальный свой этап Начальным этапом может быть Just Начальным этапом, опять-таки, может быть Code Color Начальным этапом может быть какая-то американская косметика в стиле слик Кстати говоря, слик я сама использую очень-очень много У меня и помад много Вы мне, кстати, спрашивали про новые помады Это вот Made Me вот такие вот у меня помады Я их приобрела тоже у нас тут недалеко в магазине Сделали профессиональный магазин, привозят слик Очень обрадовали меня Помады их, вот Made Me, допустим, всякие разные вот у меня палетки Сликовские, которые вообще отличные в своем применении Очень компактные, кстати говоря Несмотря на то, что их мало, их надолго хватает И все цвета пигментированные, все красивые То есть, и при том, что это довольно бюджетная марка Потому что 500 рублей стоит вся эта палетка Там сколько цветов, да, как бы получается Раз, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать цветов В общем, есть какие-то бюджетные альтернативы пока дорогой косметики Которые вы можете заменить И на которых вы можете отличный макияж делать Просто суперские Единственная бюджетная альтернатива Там слабо подвергаются пигменты Потому что пигмент сам по себе должен быть очень насыщенным Очень классным Но, кстати говоря, в Just Вот у меня есть пигмент у них Chameleon Я делала на нем несколько макияжей Очень хороший пигмент Несмотря на то, что он стоит 200 рублей И такой же пигмент есть в Inglot Который стоит там 600-700 рублей Да, уже выше намного цена Но что в Just, что в Inglot Что в маке, что в каких-то других марках Есть пигменты или помады Или тени Или подводки Которые не альтернативны друг другу То есть вы не можете подобрать альтернативу Именно такой цвет И именно в этой марке И поэтому стоит всегда комбинировать Что-то можно купить дешево Что-то можно купить дорогое Но поначалу не стоит Брать и покупать вот так вот чемоданом Как в Eva Garden 75 тысяч стоит чемодан косметики То есть да, хорошая профессиональная марка Но это слушайте А если вы не окупите А если вы не заработаете на этом денег Если у вас Первое время там не будет много клиентов То скорее всего так и будет Или там В общем это тоже непонятно Подлежат ли эти затраты потом окупаемости Выгодны ли они Потому что вам для начала стоит действительно набить руку Чтобы вообще обращаться Уметь обращаться с этими супер профессиональными вещами Потому что далеко не все девочки Даже вот то, что я сейчас обучаю девчонки Они как бы немножечко тоже в текстурах Еще не разбираются И не понимают, что для чего нужно И не всегда считают, что там нужно на века положить пигмент Хотя это основное как бы вообще средство Я считаю, которое действительно делает макияж шикарным Любой дневной, вечерний Там светлый пигмент Темный пигмент Я считаю, что без него вообще макияж глаз не сложится Не всегда Не всегда И как бы вам нужно вообще понять, что для чего Потому что вещи, все косметика для хорошего профессионального визажителя Настолько универсальна Что я могу помаду использовать как румяна Румяна как помаду Эти же румяна могу использовать как тени Могу тени использовать как цветную тушь Там размешать с тушью, с гелем для бровей Там гель для бровей использовать как, не знаю Гель для ресниц То есть все вообще Вот так вот комбинируемые средства И допустим на моем личном примере Я ношу 10 цветную такую палетку от Inglot из Refill Помад И там как нюдовые, так и красные, так и розовые И вот если я допустим не взяла сухие румяна У меня двое румян там от Just сухих универсальных Я могу вполне себе сделать шикарный, красивый румяне Из абсолютно любого оттенка этими помадами от Inglot Потому что они стойкие, потому что они все матовые Без блеска И потому что они отлично вбиваются и тушуются То есть для чего носить какие-то еще сухие Если я могу в принципе ими сделать И плюс ко всему Они отлично дублируются такими же розовыми, к примеру, тенями И получается хороший, красивый румянец на свадьбу Который вообще может очень долго продержаться Потому что мы жирную текстуру дублируем сухой Так что я считаю, что вообще Все, что касается вашего личного кейса В ваших руках Мой единственный совет Это не тратиться поначалу Не делать каких-то больших затрат Обязательно рассматривайте сегмент Профессиональной марки Но пока в бюджетном варианте Не надо сразу покупать супер дорогую косметику Вы можете у нее купить Она вам может вообще не пригодиться какая-то Потому что вы еще плохо в этом разбираетесь Вы еще не почувствовали, что для вас удобное Что для вас удобное Что для вас красивое Что для вас, как сказать, рентабельно вообще На окупаемость и так далее Поэтому для начала можно какую-то действительно недорогую косметику Что-то дорогое может быть Да, вот когда, допустим, тональные средства Очень тяжело добиться действительно очень хорошего тона Дешевым тональным средством Однако в джасте нормальные тональные средства Хотя они недорогие Но я, допустим, использую У меня в основном это идет Нарс Как бы я покупала на распродаже в Литуале У нас, слава богу, у нас появился в Литуале Я вот и работаю почти всегда тональными на Нарсе Что-то есть из Мак Что-то есть из Клиника Как бы какое-то вот такое смешанное Но можно купить, допустим, два тональных средства Со скидкой в Литуале 50% Купить их за 2000 рублей В общей сложности Два, самый темный, самый светлый Его намешивать А дальше уже какую-то другую косметику Покупать дешевле То есть нужно подумать и скомбинировать Но не советую еще раз Главный мой, в общем-то, итоговый совет этого видео Не советую сразу вбухивать все деньги в косметику Потому что это может вам не окупиться Это может вам не пригодиться И это может вам просто быть бесполезным И не всегда это действительно помогает Стать каким-то мегапрофессиональным визажистом Да, это хороший инструмент для выполнения хорошей работы Но, поверьте мне, очень много бюджетных теней Допустим, которые очень важны по своей текстуре Вообще тени, я считаю, это очень важно Я беру, делаю, допустим, сводч теней бюджетных Слик, к примеру И каких-то очень дорогих И я хочу сказать, я не вижу разницы И в применении я тоже не вижу разницы И оттенки хорошие, и текстура хорошая Поэтому стоит поначалу сэкономить А потом вы уже можете, как говорится, понтоваться Любой дорогой косметикой Когда уже поймете, наработаете руку У вас появится средство У вас появится желание И появится мудрость и опыт Поэтому я всем желаю Начинающим визажистам удачи в своем деле Я всем желаю успехов Обязательно задавайте мне какие-то вопросы Если у вас есть по вашей работе Приходите ко мне на базовый курс В общем-то, я вас всему научу Все покажу, что умею сама И с удовольствием продемонстрирую это на моделях Обязательно приходите ко мне на макияж Ставьте мне пальцы вверх Приходите ко мне на инстаграм На мою страничку вконтакте Всех люблю, целую Спасибо вам за внимание Пока-пока